Сегодня только ленивый в сети не разговаривает о пресловутом коронавирусе. Да, верно. Итак, и так, и так. От людей, которые рассуждают, это Божья кара нам за грехи, или, может быть, это какое-то, знаете, милость Божья, чтобы мы чего-то такое... Ну, интерпретации дофига. До людей, которые сеют панику, говорят, мы все умрем, выкашивает стариков, старики – это наш опыт, останется только молодежь. Вот. Одни говорят, зачем говорят, что старики умрут, сеять панику. Другие говорят, что, наоборот, очень хорошо, что мы можем как бы об этих людях позаботиться, дать им сейчас больше времени, чтобы они не ходили по своим супермаркетам, каким-то или магазинам, или не занимались внуками. Некоторые говорят, в Венеции рыбы появились в каналах, а раньше их не было, и вода стала чистая. И самолеты меньше летают. Вот. Некоторые говорят о политических последствиях. Я хочу сказать не о том и не о другом, а вот о чем. Смотрите, вне зависимости от того, существует коронавирус или его не существует, вне зависимости от того, что там у нас в дальнейшем на горизонте политическом. Будет нас обнулять коронавирус, или мы обнулим его, или президент обнулит всех нас. Мы сейчас вообще об этом не хочу говорить, хотя, видите, тем не менее говорю. То есть это явление, какой-то очень широкий спектр и пласты затронуло. Будет ли экономический там кризис только в России, или по всему миру, или не будет. Вообще сейчас речь не об этом. Речь исключительно о том, чтобы этот самый... Вы поняли, да, что? Уже как мантра какая-то пошла. Коронавирус, коронавирус. Не захватил всех нас, как психический вирус. Когда эта штука проникает из медиапространств внутрь нас, и проявляется как тревожность, паника, плохие сны и так далее, вот значит, тогда что-то происходит с нашим ментальным, эмоциональным полем. Вот здесь... Ну а как это не переживать? Некоторая... Одна женщина, знакомая которой уже 65, Ну а как же не переживать? Вот здесь вот очень важный момент такой, чтобы мы внутри своего состояния не позволяли этому разрушать свой внутренний баланс и спокойствие. Люди уходят с этой земли. Болезней очень много, самых различных. Сейчас уже их не упоминают, хотя смертность одних больше. То, что люди умирают, заболевают, это данность жизни, и я нахожусь с этим в согласии. Если я нахожусь с этим в согласии, если я говорю на то, что не могу повлиять, но что является частью моей вселенной, да, я сбалансирован, спокоен, и вокруг себя несу, ну что, благость. Вот я знаю, что стюардессы специально обучают тому, как успокоить пассажиров, если, например, самолет попадает в зону турбулентности или происходит какое-то крушение. Если стюардесса своим невозмутимым благожелательным спокойствием дает инструкции, как действовать и так далее, то паника не наступает. Если она сама запаниковала, и у нее ужас в глазах, а мы все умрем, то у пассажира начинают метаться, и когда мы мечемся, когда мы находимся в состоянии паники, мы совершаем огромное количество бессмысленных, лишних, неконструктивных действий, поступков и движений. Поэтому это прекрасный повод для тех, которые ищут духовного роста и хотят протестировать качество своей медитации. Вы медитировали, да? Вы обретали внутренний покой, да? А что с вами произошло? Что за беготня, друзья? Что за суета? Если суета не затрагивает вас, вы можете спокойнее и конструктивнее взаимодействовать с реальностью, где-то сделать, закупить каких-то продуктов или, может быть, посчитать финансы, выйти на другой финансовый уровень расходов, просчитав и понимая, что этот самый влияет не только на состояние здоровья, но и на экономику, и то, что цены будут расти. Но сколько этих всяких катаклизмов и событий происходило в вашей жизни? Все живы, но кто-то ушел. Но они и так уходят. Люди, которые нарываются на то, чтобы побыстрее умереть, они и так умирают. Есть люди, которые умирают вообще без всякой причины, неожиданно. Но я-то остаюсь здесь. В моем опыте нет того, что называется смерть. Поэтому я не боюсь его. То есть опыта, которого у меня нет, невозможно бояться. Если вы находите такие, что ли, внутри себя состояния, в которых вы естественно невозмутимы, спокойны, доброжелательны, осознанны, вы не проваливаетесь туда в нирвану, не бежите в медитацию, а вы просто из пространства спокойствия наблюдаете происходящее и транслируете для ваших близких покой, уверенность и понимание ситуации при этом. Мы не прячемся в позитивном мышлении. Мы понимаем, что ситуация необычная. Ну, так или иначе, двигаемся дальше. Если от вас идет этот самый посыл покоя и доброжелательности, и включенности в то же время события, то есть события развиваются так, что на них необходимо реагирование. Но реагирование из суеты деструктивно, реагирование из внутреннего мира и спокойствия конструктивно. Вот, то вы являетесь фактором, и именно этим вы служите вашим близким. Я попробую присоединить к этому видео еще несколько хороших видеозаписей, в которых об этом явлении говорится из позиции конструктивного, доброжелательного и в хорошем смысле позитивного спокойствия. Вот, больше всех мне, конечно, нравятся эти путинские бабушки, которые распечатали на цветном принтере фотографии коронавирусов, прокляли Трампа и сожгли эти все прекрасные бумажки в мусорном ветре. Вот люди визуализируют, слышите, накачивают себя позитивной эмоцией и сжигают эту штуку. Вот, они таким образом совершают себе прекрасную самотерапию. Вот, давайте здесь, ну, вот просто-напросто остаемся людьми. Кстати, это прекрасный, вот эта ситуация, вот эта паника, прекрасный способ протестировать нашу внутреннюю этику. Да, вот я, когда возникает очередь толчия, я злюсь, вот, и агрессивно испепеляю взглядом чихающих и кашляющих людей, или же я сохраняю благость, покой и с собой транслирую, что в любых сложных обстоятельствах нужно оставаться человеком. Это небольшое видео. Мне хотелось бы, ну, адресовать тем людям, тем из вас, кто в этой ситуации ищет ориентиры. Ориентир этот находится исключительно внутри и называется он пространство внутреннего покоя. Пространство того состояния, того источника, того я, который находится за пределами ментальной и эмоциональной суеты. Вот такое краткое послание. Давайте сейчас немного поговорим о болезнях. Настолько это актуальная тема нынешнего времени, в эту пору, с идеями всевозможных вирусов. Что же такое болезнь? Я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели на это с точки зрения не просто вот знакомых нам величин, да, параметров, что мы знаем болезнью, а просто позвольте себе немножко так расслабиться и воспринимать то, что сейчас будет говориться каким-то другим восприятием. Потому что то, что сейчас я буду говорить, оно все равно сталкивается с определенной системой воззрения, и вы будете видеть, как некие шаблоны будут вас втягивать в понимание того, о чем будет говориться. Итак, чем же, собственно говоря, болен человек? Ну, скажу так. Человек болен не болезнями. Человек болен своим сознанием. Известно, что все в мире является существом мысли. И об этом мы будем говорить чуть позже, глубже о том, что это за существо мысли. И все, что вы видите перед собой, когда вы в зеркало смотрите или когда вы гуляете, все, что вас окружает, это есть существо мысли, вибрирующее на определенных частотах. Мы знаем, что это можно уплотнить, сжать, соответственно, и изменяя частотный диапазон этого. И таким образом мы получаем везде вокруг видимую материю. Если вы понимаете, а я в прошлом уже говорил о том, что существо человека является уплотненной мыслеформой, мыслеобразом, но не одним, конечно, а в которой действует масса разных существ, то, естественно, напрашивается вопрос, а болезнь это что? Да, вы действительно правильно отвечаете, думаете, что если все является существом мысли, то болезненно тоже является существом мысли. Каждый вирус, каждая болезнь, любой процесс, который протекает в видимом в вами спектре, в вашем сознании, является существом мысли. И вот мы и подходим к глубине того, что на самом деле болезнь это тоже существо мысли. Вирус — определенная форма мысли существа, которая, внедряясь в сознание человека, произрастает уже на его почве телесности. Конечно, сразу возникает вопрос, а что же значит иммунная система? Как она вообще работает и функционирует? Мы об этом скажем чуть позже. А сейчас хотя бы важно, чтобы вы попробовали соприкоснуться в своем мышлении, почувствовать, соединиться вот с этой идеей, что болезнь — это мыслеобраз, мыслеформа. Когда вы смотрите в микроскоп, вы видите действия бактерий, вы видите живых существ, которые двигаются, и чаще всего человек смотрит как на агрессивную среду, которая хочет каким-то образом нанести болезнь человеку. Но на самом деле это та же форма мысли, которая взаимодействует лишь с тем, с чем имеет притяжение. Она входит в резонанс, она действительно входит в резонанс с тем, с чем ей нужно войти в резонанс, соответственно, с вашим сознанием. Ваше сознание не только то, как вы осознаете себя, как вы видите ваше свидетельствование мира, себя, но ваше сознание также является существом телесной мысли. может вам сложно пока эти термины понять, но мы чуть позже расширим это понимание, чтобы вы глубже видели весь этот процесс, созданный им. Итак, болезнь – это тоже существо мысли. Она не агрессивна, она не хочет бороться с вами, как и любая мысль не борется с вами. Она просто проживает свою собственную природу по тому же принципу жизни, как вибрация, выраженная в качестве чистоты, и резонанс, когда совпадает форма чистоты, настроенное сознание на определенное восприятие этой мысли, и она входит с ним в резонанс. Вот вы понимаете о том, что уже начинаете догадываться, что болеет человек сознанием, сознанием тела, сознанием своего восприятия. Назовем это таким общим сознанием, где мы можем описать, в котором мы можем описать существо человека. Запомним, да? Человек болен сознанием. Человек болеет не болезнями. Болезнь – это просто форма проявления резонанса с этой мыслеобразом, с мысле чувством вашей телесной организации. И, как правило, болезнь – это не означает, что это все конец какой-то системе жизни, что это какая-то проблема неразрешимая. Нет. Она несет некую другую функцию, как некое сообщение человеку. Мы об этом поговорим также чуть позже. Сознание и болезнь. Сознание и болезнь. Позвольте в этом увидеть некую тождественность и проанализируйте сейчас. если вы заболевали когда чем-либо, посмотрите на форму, образ, ну, по крайней мере, пока мысли вашего сознания в тот момент. В каком вы были состоянии в тот момент? Это очень интересно проделать, потому что вы найдете ответы на вопросы, связанные с тем, почему я болел той болезнью или болею этой болезнью. Ведь случайностей не бывает. И любая мыслеформа, она притянута, любая болезнь, она притянута существом человека. Конечно, мы не знаем, как. Конечно, человек не знает до конца всего этого механизма, каким образом это случается. Но мы по ходу дела всего этого обучения мы разберем этот момент. Медицина, конечно, скажет то, что может видеть медицина. У нее есть определенные приборы научные, которые она использует для того, чтобы видеть течение болезни или, например, какого-то вируса, микроскопы, разные устройства электронные и так далее. Что бы ни было. и в этом как бы звучит развитие медицины. Но вы понимаете, что есть очень интересный феномен. Есть люди, которые могут ясно видеть, как во все времена люди подобного сознания проникали в суть болезни, когда еще не были открыты такие приборы, которые мы имеем сейчас. эти люди имели ясное сознание и прозревали суть происходящего в этих мыслеобразах. Да вспомните хотя бы племена, чтобы не быть слишком даже умным, как шаман видел эти мыслеобразы в виде каких-то демонических существ и использовал ритуал изгнания демонов. Мы еще подойдем к этому вопросу демонов. Это не то, о чем вы бы так думали и объективизировали в своем сознании как нечто ужасное. Все это намного проще. Но мне бы сейчас этот пример хотелось использовать, чтобы вы хотя бы в таком допотопном сознании видели, как шаманы, будучи прозревшими в природу определенного сознания человека, мог соединяться с этими стихиями мысли, используя определенные ритуалы и сгонять болезни. Это лишь подсказка о том, что болезнь является мысль существом. И задача нас научиться управлять своим сознанием так, чтобы можно было себя полностью исцелять с помощью мыслей, полностью исцелять свою болезнь с помощью своего собственного сознания. на том, когда мы живем спокойно, когда мы стрессоустойчивы, наша иммунная система полна сил, Она не расходует свои ресурсы на то, чтобы успокоить вас, на то, чтобы привести в порядок ваши нервы, вашу психику. И тем самым вы полны энергии, которая направляется на борьбу с бактериями, с вирусами, с различными заболеваниями. Что лучше делать? Что в этом случае лучше предпринять для себя, для того, чтобы не заболеть, или для того, чтобы сохранить здоровье близких и свое. На мой взгляд, я не врач, не иммунолог, не вирусолог, я не могу вам давать какие-то медицинские рекомендации или советы, но я могу сказать, исходя из своего жизненного опыта, что на мое здоровье повлияли два самых мощных фактора. Пожалуй, даже три, наверное, самых мощных фактора. Когда я стал активно заниматься спортом, первый фактор. Когда я стал правильно питаться, в моем рационе появились больше фруктов, больше свежих овощей. Когда я стал вегетарианцем, это правильное питание. Третий фактор, который немаловажен, как я успел заметить за многолетнее наблюдение, это состояние вашей нервной системы, состояние вашей психики, ваших эмоций. То есть, если вы напрягаетесь, если вы переживаете стресс, если вы беспокоитесь, если вы волнуетесь, если вас посещают и тревожат различные мысли, негативные мысли, то вы подвергаете себя большему риску заболеваний, заражению, чем человек, который живет довольно спокойно психологически. Чтобы прийти к спокойному психологическому состоянию, можно использовать различные техники. Релаксация, например, концентрация, медитация. Лучшая из них, это, конечно, медитация. Вы можете начать с того, что вы сканируете ощущения в теле, начиная, например, со своих стоп. Сначала вы внимательно смотрите и наблюдаете свои ощущения в стопах. Затем плавно, медленно поднимаете внимание коленям. Чувствуете свои ноги, просматриваете, есть ли там какие-то напряжения. Если есть напряжение, вы помогаете им уйти, помогаете ногам расслабиться. Позволяете расслабиться своему животу, быть ему ненапряженным. Просматриваете спину, тело. Просматриваете свои руки на предмет излишних напряжений. Просматриваете свое лицо на предмет напряжения, в котором нет необходимости. Просматриваете шею. Если вы просканировали все свое тело и оно расслабилось, вы можете переходить к концентрации на дыхание. Когда вы делаете вдох, вдох обычно спокойный, расслабленный и непродолжительный. Потом происходит короткая пауза, может быть секунду. И начинается спокойный, плавный, медленно выдох, который длится в два или в три раза дольше, чем вдох. Давайте попробуем. Когда вы вдыхаете, вы вдыхаете через нос и чувствуете, как прохладный воздух поступает через нос в ваш организм, расширяя вашу грудную клетку. Как я уже говорил, выдох в два или в три раза длиннее, чем вдох. После вдоха короткая пауза секунда, после выдоха пауза чуть дольше. Две, три, четыре, пять секунд. Вы сидите спокойно, не дышите, не вдыхаете. Просто спокойно ощущаете свое тело. И затем снова через нос вы вдыхаете, наблюдая, как прохладный воздух проходит в вас. Расширяется ваша грудная клетка и выдох. Опять пауза, может быть две или три секунды. И снова короткий вдох, спокойный. Постарайтесь не делать никаких напряжений. И так в течение минуты, двух, трех, пяти или десяти, у кого как хватит интереса к этому, вы можете просто наблюдать своим осознанным дыханием. Затем вы можете перевести все свое внимание, концентрацию снова на тело и проверить, не появилось ли где-то излишнего напряжения. Это вы можете проделывать в любое время, в любом месте, в любое количество раз в течение дня. Если по минуте, две, три, то вы можете 10, 15, 20 раз в день тренировать свою концентрацию на дыхании. Тренировать свое осознавание дыхания. Это очень полезно для организма, очень полезно для вашего ума, для вашей нервной системы. И как следствие для всего вашего организма, для вашей иммунной системы. Просто дышим спокойно. Вы можете рассказать об этом своим близким, своим родственникам, попробовать делать это все вместе. Вы можете рассказать об этом своим друзьям. Это хороший способ профилактики здоровья в эти дни. Ну и вообще в любые другие. Спасибо, будьте здоровы. Здравствуйте, друзья. С вами Вячеслав Смирнов. Сегодня у нас традиционный выпуск о том, как тебе заболеть коронавирусом. Неочевидные, не банальные техники. То есть я ничего, как обычно, не буду говорить о том, что нужно мыть руки и не ходить на улицу, не облизывать дверные ручки и носить маску. Сегодня мы будем говорить о том, каким образом на уровне психики убрать внутреннюю готовность или склонность инфицироваться и каким образом максимально повысить шансы на то, чтобы как раз избежать инфекции. Мы разберем с вами техники, которые очень широко известны в узком кругу специалистов. Это психологи, психотерапевты, люди, работающие с психосоматикой. Это действительно очень простые эффективные методы. Очень простые и при этом очень эффективные. Поэтому сейчас мы именно об этом с вами будем говорить. Исключительно практический выпуск, так же, как и большинство других наших видео. Итак, прямо сейчас я вас попрошу сделать следующее. Если ситуация позволяет, я попрошу вас это делать в движении. Там, если у вас есть хотя бы небольшое пространство, в котором вы можете перемещаться, комната. Либо, или на улице, либо, если вы находитесь где-то, где есть другие люди, вам будет неудобно это делать по разным причинам, тогда попробуйте проиграть это просто в своем воображении. С перемещением, с ходьбой это будет эффективнее. Внутри себя, пока навыка нет, это будет менее эффективно, но в любом случае сработает. К этой технике в любом случае есть смысл возвращаться регулярно, поэтому вы сможете сделать ее полноценно, независимо от того, где вы находитесь сейчас конкретно. Итак, шаг номер один. Дайте себе возможность почувствовать более глубоко и полноценно себя и свое тело. Лучше встать, если есть возможность, если вы можете ходить, если такой возможность нет, вы сидите, пожалуйста, делайте это сидя. Почувствуйте себя, почувствуйте свое тело, и почувствуйте поверхность соприкосновения тела с опорой. Пол под ногами, если вы сидите, сиденье, на котором вы сидите, и, возможно, спинку сиденья, стула, кресла, на котором вы сидите. Когда вы это сделаете, отметите для себя, как меняются ваши ощущения. Скорее всего, вы почувствуете фоновое, если не расслабление, то, по крайней мере, сброс напряжения, и какое-то первичное, возможно, большее успокоение. Когда это произойдет, отметите для себя, как меняется ваше дыхание, как оно постепенно успокаивается и расслабляется. Кто-то это почувствует более явно, кто-то менее явно, но это в любом случае будет происходить. Когда это произойдет, точно так же дайте себе возможность ощутить свое внутреннее состояние. как поощущаете себя внутри в сети мысли, эмоции, образы, какие-то ощущения, переживания, которые в любом случае у вас так или иначе есть. Просто дайте себе возможность войти в максимально полный контакт со всеми своими ощущениями. Когда это произойдет, дайте себе возможность погружаться все более и более глубоко в приятные и комфортные ощущения, связанные с телом, дыханием, вашим внутренним состоянием. И просто позвольте этим ощущениям продолжать развиваться и разворачиваться дальше. И пока это происходит, вы можете дать себе возможность ощутить, как вы постепенно начинаете отдыхать, расслабляться и восстанавливаться. Кто-то это почувствует ярко, явно и более интенсивно, кто-то это почувствует менее ярко и менее интенсивно. На самом деле это не важно. Важно то, что это в любом случае будет происходить. И пока это происходит, вы можете дать себе возможность вспомнить о том, что у каждого из нас в этой ситуации есть два возможных сценария дальнейшего развития событий. Вариант первый. Мы заболеем. Возможно, мы это переживем абсолютно без всяких ощущений и последствий. Вариант второй. Мы заболеем как-то более явно, более так активно, скажем, и тяжело. И второй вариант. Мы не заболеем в принципе. Сейчас мы исследуем оба этих варианта. Позвольте себе, если вы можете сейчас перемещаться в том пространстве, где вы находитесь, позвольте себе найти то место в пространстве, вокруг себя, где вам было бы наиболее удобно и комфортно с точки зрения ваших ощущений расположить тот вариант развития событий, в котором вы заболеваете. Вот если бы вы могли увидеть это в виде картинки или такого небольшого фильма или какого-то образа, неважно из каких ощущений он состоит, где бы вы могли расположить этот образ, фильм или картинку? Где-то вот, где-то в пространстве перед собой. Просто посмотрите на это со стороны, для того, чтобы вы понимали, что оно там находится. Точно так же вы можете позволить себе расположить где-то в пространстве, возле себя, образ того, варианта развития событий, когда вы не заболеваете, когда вы остаетесь полностью, абсолютно здоровым до полного завершения всей этой истории с эпидемией. И вот этот образ, когда вы абсолютно здоровы, вы счастливы, вы спокойны, все хорошо с вашей семьей, он где? И точно так же этот образ, картинку или фильм расположите там, где вам было бы наиболее комфортно, как-то вот с вашей точки зрения, органично его расположить. Скорее всего, два этих образа будут находиться в совершенно разных местах. Просто расположите его где-то в пространстве. Сейчас вы можете, независимо от того, вы сидите или вы стоите, наблюдать два этих образа одновременно. И дальше, когда вы эти образы расположили где-то в пространстве, те, кто могут ходить, вы можете аккуратно войти в то место, в то место в пространстве, где вы расположили образ с позитивным сценарием развития событий, когда вы не заболеваете, встаньте, пожалуйста, туда. Те, кто не могут перемещаться в силу каких-то причин, представьте себе просто внутренне, что вы входите точно так же в это пространство, в пространство этого образа, в котором вы остаетесь полностью здоровым. Позвольте себе встать в то пространство, где вы остаетесь полностью здоровым. Независимо от того, вы сейчас можете перемещаться или вы делаете это у себя внутри на своем внутреннем экране. И когда вы это сделаете, позвольте себе пронаблюдать за тем, как меняются ваши ощущения на уровне тела, как вы чувствуете себя внутри, как меняются ваши ощущения на уровне вашего дыхания. Возможно, вы почувствуете, что ваше дыхание тоже каким-то образом меняется. И точно так же позвольте себе пронаблюдать за тем, а как меняется при этом ваше внутреннее состояние. как меняются ваши мысли, эмоции и ощущения. Позвольте себе дождаться того момента, пока вы не ощутите, что вы действительно полностью вошли в это новое состояние, в этот новый образ, идея о том, что вы сохраняете полное здоровье, физическое, душевное, благополучие, гармонию, баланс, целостность, и вы себя прекрасно чувствуете во всех отношениях, и с вашей семьей все замечательно. Из этого состояния, из этого образа, из этого места посмотрите на тот образ, который у вас был первым, когда мы допускали гипотетический вариант о том, что мы можем заболеть. И отметьте для себя, как меняется ваше восприятие этого образа. С большой степенью вероятности он начнет мерцать, постепенно распадаться, растворяться, он становится зыбким, у нас теряется интерес к нему, он кажется маленьким по отношению к нам, и в конце концов начинает растворяться, исчезать или просто удаляется, и в любом случае он исчезает. И вот сейчас, когда это все происходит, просто позвольте себе наблюдать за тем, как продолжают меняться ваши внутренние ощущения, как нарастает ощущение удовольствия, уверенности, спокойствия, может быть, ресурсности. И с другой стороны, точно так же, позвольте себе наблюдать за тем, как этот первый образ постепенно все более и более явно исчезает и растворяется до тех пор, пока он не исчезнет полностью. Когда это произойдет, позвольте себе в реальности, когда вы действительно ходите и перемещаетесь в пространстве, либо внутренне, на уровне внутреннего восприятия, походить несколько раз между двумя точками, между точкой, откуда вы начинали, между тем местом, откуда вы начинали это упражнение, и между тем местом второго образа, образа состояния, в котором вы сохраняете полное здоровье, у вас все прекрасно, все прекрасно с вами, с вашей работой, с вашей семьей, все здоровы и счастливы. Несколько раз походите туда-сюда для того, чтобы в вашем восприятии на уровне тела, на уровне ваших внутренних ощущений максимально связались эти два состояния. Это может быть два-три раза, кому-то может понадобиться даже больше. И в какой-то момент вы увидите, что первый сценарий, сценарий того, что вы заболеваете, он в принципе уже становится неактуальным. Как будто бы вы даже забываете о том, что такая опция вообще в принципе была. Но второй сценарий, второй вариант, кажется абсолютно естественным, логичным, и никаких сомнений по этому поводу уже не возникает. Да, я буду здоров. И это воспринимается как некий факт. Просто пронаблюдайте это. И пронаблюдайте за тем, насколько спокойнее и ресурснее вы себя ощущаете. Очень хорошо. Очень хорошо. Теперь, друзья, несколько комментариев к этому упражнению. Комментарий номер один. Не у всех получится одинаково хорошо. Для этого нужен определенный навык. И нужно вынуть себя из внутреннего состояния стресса и тем более паники. Поэтому просто попробуйте еще несколько раз про стресс и панику. Еще немного скажу чуть позже сегодня. Второй вариант. Вы можете почувствовать действительно себя очень ощутимо лучше. И, ну, в целом, вот действительно там все хорошо. Что сейчас важно понимать? Это упражнение будет работать тем лучше, чем в более высоком состоянии ресурса вы находитесь. Чем выше ваша ресурсность. Для того, чтобы ресурс был максимально высоким, необходимо, как я уже сказал, максимально погасить все панические и другие разные настроения и эмоции, чтобы вам действительно было максимально легко, вашей нервной системе, чтобы было максимально легко решать вот эти внутренние задачи, направленные на перепрограммирование всего, что находится в нас, на ту новую реальность, на которую мы себя сейчас запрограммировали, на то, что я и моя семья, мы остаемся полностью здоровыми. Поэтому ресурс необходим. И это то главное условие, при котором мы действительно можем эффективно справиться с этой ситуацией, вот с тем, что сейчас происходит. Поэтому для того, чтобы это упражнение давало максимальный результат, очень важно делать регулярно те упражнения, которые мы выкладывали все предыдущее время, до этого, последние несколько месяцев. Упражнения на расслабление, на запуск процессов саморегуляции, дыхательные техники, техники с продавливанием определенных рефлексогенных зон в теле. Это важные техники, и, пожалуйста, делайте их максимально регулярно. И если вам сейчас это упражнение показалось недостаточно явно сработавшим, недостаточно таким очевидно эффективным, сделайте еще раз в начале те техники, предыдущие упражнения, на расслабление, на дыхание, а после них попробуйте сделать то, что мы сделали сейчас, сегодня, под мое сопровождение или самостоятельно. И это очень важно. Важно восстановить свою ресурсность, и важно после этого действительно начинать программировать себя на то, что со мной все хорошо. Пожалуйста, не берите на себя ответственность за всех своих родных и близких, и за всю свою семью. Да, это часть нашей реальности, поэтому, когда я делаю это упражнение, я проигрываю его в том числе и для своей семьи в целом. Но очень важно, чтобы ваши близкие тоже это делали, поэтому, пожалуйста, показывайте это упражнение, это видео или это упражнение всем своим друзьям, родным, близким, чтобы все эти люди делали это тоже сами, потому что это то, что на подсознательном уровне будет нас программировать. Когда мы поддаемся на внешний вот этот стресс, на постоянный растущий вал негативной информации о том, как все непросто развивается, мы себя программируем на негативные сценарии. Когда мы, наоборот, внутренне сохраняем вот этот направленность на то, что все будет хорошо, мы программируем себя на то, что действительно все будет хорошо. Это подтверждается исследованиями. В непростые кризисные времена, когда действительно нужно было мобилизовываться полностью для того, чтобы повысить до максимума шансы на благоприятный исход событий, выживали статистически с максимальной вероятностью те люди, побеждали те люди, которые действительно внутренне были уверены в том, что по-другому просто в принципе невозможно, так и будет. Это не те люди, которые в принципе как бы закрывали глаза, отворачивались от реальности, нет. Они понимали, что происходит, но при этом они точно так же максимально культивировали в себе уверенность о том, что я все равно справлюсь. Поэтому это упражнение действительно необходимо сейчас в данной текущей ситуации. Показывайте его всем. Теперь еще очень важный момент, друзья. Наша задача, как команды, моя задача как специалиста, наша с Леной задача как специалистов, состоит в том, чтобы помочь максимально большому количеству людей максимально легко и по возможности в принципе без потерь пройти этот непростой период. Это то, что мы себе ставим сейчас за цель, и мы максимально на этом фокусируемся. Поэтому я прошу прощения у вас за то, что внешне, в принципе, то, что мы сейчас делаем, может казаться тем, что мы пользуемся вот этой хайповой темой коронавирус, мы не хотим заболеть. И ролики у нас на канале в основном сейчас будут называться там что-то по типу коронавирус, как не заболеть, используя там что-то или там через работу с телом или с психикой, или через прием каких-то там БАДов, витаминов, там, не знаю, еще чего-то. Мы делаем это с одной целью, просто по той причине, что сейчас просто необходимо фокусировать внимание людей на той реально необходимой информации, не на том, как все плохо, не на том, что, друзья, не облизывайте дверные ручки и моете руки и носите повязки. Это очевидные вещи. А на том, что нужно сделать для того, чтобы все равно повысить шансы на то, что все будет хорошо. Поэтому мы не пользуемся этим как хайпом, мы пользуемся, мы просто пытаемся донести максимально вот четкую, понятную информацию всем о том, что, что, собственно, надо делать для того, чтобы не заболеть. Потому что, ну, иногда люди настолько неадекватно сейчас реагируют, что оно становится иногда просто даже не печально страшно. Вот. Все, друзья. Это вот то самое главное, что сегодня я хотел вам сказать. Сейчас мы достаточно сильно, скорее всего, поменяем режим выхода в эфир. Мы будем стараться это делать максимально часто. И опять-таки с целью вот о том, чтобы максимально помочь вам максимально легко и спокойно пройти этот период, который, скорее всего, будет достаточно все-таки длительным. Вот. Потому что... Потому что... Такова реальность. О чем я вас хочу попросить? Первое. Пожалуйста, поделитесь этим видео или этими техниками с как можно большим количеством людей. Сейчас это действительно то, что необходимо, но едва ли не каждому. Я с кем не общаюсь, но большинство людей действительно, ну, состояние такое, которое требует поддержки и стабильности. Поэтому, пожалуйста, делитесь этими видео, этими техниками со всеми теми людьми, вот через все каналы, через которые вы можете поделиться. Сейчас это важно. Мы сейчас, по сути, вместе то, что делаем, мы делаем общий вклад в поддержание общего благоразумия и психологической стабильности. От этого сейчас очень-очень-очень много зависит. Поэтому давайте делать это вместе. Я прошу вашей помощи в этом отношении. Второе. Мне и нам, мне как человеку, как специалисту, и нам как команде критически важно знать, что вам, в чем вы испытываете необходимость в данной текущей ситуации. Что вы хотите узнать еще? О чем? Пишите свои комментарии. Во-первых, нам очень важно, чтобы вы писали нам в комментариях о своих результатах. Это то, что будет мне помогать лучше понимать, как ставить акценты и какие техники вам показывать еще. Или каким инструментом отсылать из того, что мы уже выкладывали. Второе. То есть пишите о результатах раз. Второе. Пишите свои запросы два. Что вы хотели бы от нас получать в виде конкретных техник, рекомендаций, результатов. Вот. Я буду стараться на это максимально ориентироваться. Я буду стараться, насколько возможно, мониторить все, что вы пишете, и по возможности отвечать на эти вопросы. Прошу меня понять, я физически не смогу отвечать на все вопросы, которые мы получаем. Это уже давно невозможно. Но, по крайней мере, в целом я буду понимать, о чем надо снимать. И я буду это делать. Но и по возможности вопросы тоже стараюсь закрывать все-таки. Вот. По-моему, все. Все. Прямо сейчас это видео мы запускаем в обработку и в публикацию. Максимально оперативно постараемся его выложить. И дальше тоже постараемся держать максимально высокий ритм. Вот. Все, друзья. Держите. Сейчас каждый из нас определяет то, насколько легко и просто мы пройдем этот период. Все будет хорошо. Все зависит от нас. Заботимся о близких. Соблюдаем правила гигиены. Не закрываем глаза на происходящее. Соблюдаем элементарные правила техники безопасности в этот период. Используем это время. Занимаемся саморазвитием, обучением, помощью родным, близким, семье. Делаем те упражнения, которые мы выкладывали на этом канале раньше по саморегуляции, по техникам расслабления, по дыханию. Сейчас это очень важно. И движемся дальше. И прощаемся. До новых встреч. Продолжаем дальнейшее движение. Подписывайтесь на наш канал, если вы понимаете, что для вас это было полезным. И вы еще пока не с нами. Просто для того, чтобы продолжать получать наши видео. Повторюсь, сейчас это уже с нашей стороны совершенно не маркетинг, а способ максимально целенаправленно и регулярно, быстро, без задержек доставлять до вас действительно нужную сейчас людям информацию. Спасибо большое. Движемся дальше. Не прощаемся. С вами был Вячеслав Смирнов. И до новых встреч. Спасибо вам. Итак, что мы имеем по итогу того, что происходит сейчас в мире и в жизни? Кругом мы видим озабоченность сознания человека, связанное с болезнью. С другой стороны, мы видим множество разных моделей психологического поведения человеческого существа. Конечно, существует множество разных вопросов по поводу того, правда это, неправда, захватит меня эта болезнь или не захватит, являюсь ли я группой риска или не являюсь, в легкой форме я переболею или в сложной форме. Давайте еще чуть глубже углубимся, чуть дальше пойдем в это понятие о вирусах, о болезнях. Я уже говорил об этом недавно по поводу болезни, что представляет собой существо болезни. Но многочисленные ваши вопросы говорят о том, что требуется некое уточнение того, что это такое и о чем идет речь. Ну вот представьте себе, когда вы в современном мире используете электронные устройства. В них очень много разных функций Wi-Fi, Bluetooth, электроники, программного обеспечения. И ясно, что это программное обеспечение, чтобы отвечать реалиям времени, оно требует определенного обновления. Ну это называется upgrade, update, разными такими понятиями. Конечно, электронные устройства уже научились обновляться, как мы называем, по воздуху. Функции Wi-Fi, Bluetooth. И вы же знаете, что все в жизни подобно. Так как устроены вот эти электронные устройства, как они несут в себе вот этот принцип жизнедеятельности, принцип существования, принцип действия, то вы можете приблизительно аппроксимировать эту модель на человека, на существо человека. Давайте я просто подробнее попытаюсь это объяснить. Существо человека состоит из множества всевозможных программ. В данном случае я хочу использовать слово программа, некую конструкцию, которая существует в данности. Не в том, как вы могли предполагать, о программных психофизического какого-то процесса, опознавания, осознавания. Нет, даже не об этом. Вот вы телесно устроены таким образом, как вы себя осознаете. Ведь у каждого человека разное тело, свое, собственное. И вы видите, что иногда тела отличаются друг от друга таким образом, что у одного человека можно сказать, о, он выглядит здоровым. Другой, как-то он болезненным выглядит. То есть вы уже учитесь различать. О чем это говорит? Это говорит о том, что программы жизнеобеспечения, являющиеся необходимой данностью нашей системы выживания, жизни, они работают как-то несовершенно. Поэтому, в принципе, они требуют некоего обновления. Мы же не знаем, или не совсем знаем, или не до конца понимаем, что существо человека — это тот же самый инструментарий работы с Высшим. Как любое электронное устройство, которое имеет систему обновления на лету, по воздуху, так и существо человека имеет куда больше способностей к совершенствованию, к видоизменению, к трансформации своего сознания. Если человек, как и в целом человечество, отходят от какого-то принципа жизнеобеспечения, а в глубинной основе это означает, что вы отходите от его принципа, от Высшего, как мы называем Я, от Создателя, от Бога, много разных имен у этого, то, даже не осознавая того, мы позволяем ему производить обновления в нашей системе, жизнеобеспечения, в нашей психологической системе. Конечно, в жизни вы видите чаще сейчас вот именно некую психологическую сторону вашего несовершенства. Вы понимаете, что нужно менять мышление, менять сознание, и таким образом вы меняетесь сами. Но вы сейчас, говоря об этом, видите только верхушку вот этого айсберга. Глубже-ниже есть системы жизнеобеспечения, которые также работают и в том числе в связи с вашей психологической системой. Но почему-то вы удивляетесь, когда вы говорите, я работаю над собой, я занимаюсь психологией, я занимаюсь всевозможными практиками духовного развития, но тело болеет. Это очень странное явление, когда человек говорит, я занимаюсь духовной практикой, но тело болеет. Потому что в глубине своей, когда вы занимаетесь действительно духовной практикой, а это означает, что вы вовлекаете дух в работу над собой, позволяете ему глубже воздействовать внутри вас, в вашей телесности, он приводит к исцелению ваших недугов. Вы даже по этому критерию можете ощущать, насколько дух присутствует в вашем теле. когда вы будете ощущать чувство наполненности, благости, легкости от вашей работы над собой. Так вот, когда он входит в вашу систему жизнеобеспечения, он производит систему, как мы называем, системный апдейт. То есть он обновляет все, восстанавливает ваши системы жизнеобеспечения, потому что они должны соответствовать реалиям времени. Ну, представьте, вы, как существо, разумное, неразумное, осознающее или неосознанное, меняете внутри себя, незаметно для вас, в вашей жизни деятельные системы. Вся эта экспансия в виде технических совершенств, достижений, удобств, уюта, она, конечно, неизбежно влечет за собой изменения в вашей физиологии. Мы об этом говорим на наших практических занятиях, мы об этом говорим очень много на школе, как это происходит, поэтому я не буду в это вдаваться сейчас. Вы меняете свою физиологию. И когда вы изменили свою физиологию, естественно, ему нужно вас восстановить, привести в баланс. каким-то образом сделать так, чтобы ваша система не саморазрушалась. И что он делает? Он, естественно, делает определенную коррекцию. Вы получаете некую информацию свыше, которая в зависимости от глубины вашего дисбаланса должна сбалансировать, по крайней мере, ваше телесное проживание себя. Так мы получаем болезнь. То, что мы называем болезнью. Ну, представьте себе компьютер, когда он обновляется, когда он работает, когда он перегревается, у него работает процессор, он же не может выполнять никакие программы. Все ресурсы уходят на то, чтобы случилось обновление. И представьте, в этот момент компьютер говорит, о, я жизненеспособный в данный момент. Значит, я болею. Поэтому я не могу ничего делать. Вот так человек видит болезнь. Но когда человек стоит за компьютером и понимает, да, надо просто подождать, пока это обновление случится, и дальше оно принесет улучшенную работу, более совершенную, оптимальную, здоровую работу для вашего компьютера. Но почему не так с человеком? Просто в тот момент, когда вы болеете, вы не можете это воспринимать таким образом, потому что вы не творец, вы не бог, который сидит со стороны и смотрит, и говорит, да, сейчас происходит апгрейд. Им в это время нужно лежать, быть дома, в изоляции и осознавать, в лучшем случае, меня. В лучшем случае просто быть самим собой, осознавать меня, его, собой. Таким образом, вы помогаете ему в этой работе. Но если случается обратный процесс, вы впадаете в панику, в страх, в ужас, когда вас это захватывает астральное очень сильно, то получается таким образом, что вы начинаете еще глубже вмешиваться в программу обновления. Вы начинаете мешать ей работать, вы начинаете воздействовать какими-то лекарственными средствами, которые должны убить это обновление, убить эту систему, убить этот процесс. И вот когда вы слишком вмешиваетесь в этот момент, тогда не случается это обновление, и ваше тело выходит из строя, и вы имеете последствия. Всякие воспалительные процессы, и так же самое, как и летальные сходы. Поэтому будьте осознанны, примите его. Не боритесь никогда ни с какой болезнью. Болезнь — это исцеление. Просто вы не видите это таким образом. Каждая болезнь несет исцеление. Она пытается восстановить ваши процессы, вашего организма, вашей телесности в созвучии со Вселенной. И это будет происходить всегда. И чем больше вы отходите от него, тем сильнее будет вот этот апгрейд, обновление, апдейт. Поймите это. Чем больше вы соединены с ним, чем глубже вы с ним в совершенстве, тем эта форма болезни вас или затронет в очень легкой форме, или вообще вас не затронет, потому что она соединяется с вашей системой жизнеобеспечения, сканирует ее и посылает сигнал. Здесь все хорошо. Здесь, может быть, там что-то чуть-чуть нужно сделать. Раз мы это усовершенствовали, мы это сделали, и, в общем-то, все. Процесс завершен. Вот что значит болезнь. Вот что значит вирусы. Вот что значит сейчас происходит в массовом масштабе со всем человечеством. главный рецепт. Никогда не боритесь с болезнью. Я это говорю не в первый раз сейчас. Я это часто говорю людям про болезни, что пригласите в гости. Я скажу, хорошо, входи. Попейте с ней чай, внутренне, психологически. Это не значит, что нужно что-то такое прям усиливать, устраивать для себя что-то нереальное. Но просто не боритесь. Сядьте с ней, поговорите с этой болезнью. Поговорите в буквальном смысле с этой программой. Вы можете говорить, что она несет для меня, о чем она должна сообщить мне в каждый данный момент времени. И она сама вам расскажет. Вы будете знать всегда, о чем эта программа, о чем эта болезнь, о чем этот процесс обновления. Но поскольку вы боретесь, поскольку вы включаете весь ресурс сопротивления в борьбу с ним, то чем сильнее вы это делаете, тем сильнее вы себя разрушаете на физическом плане. И это сейчас я даже не говорю ни на уровне психологии. На уровне психологии то же самое. Но психологически вы это можете ощущать еще как-то. Но на телесном уровне это то, что нужно впустить в себя. Пусть она совершит работу. Она несет исцеление. Так же самое, как работа со всеми этими процессами в детском возрасте, связанным с заболеваниями детства. Вот эта идея с прививками. Вам само существование делает прививку в детском возрасте от кори. Кори запускает болезнь. Разные другие болезни. И они несут определенно, очень четкую информацию для ребенка. Они помогают ему совершенствоваться на пути. Но когда вы не даете этой болезни нормально течь, вы загоняете ее просто внутрь существа человека. И в более возрасте, в старшем, он начинает заболевать. Поэтому не боритесь с болезнью. Дайте им возможность прийти и осознавать их внутри себя. Конечно, кто-то может сейчас послушать меня, сказать, а, услышать так, есть такой вид сознания. А, значит, ничего не делать. Значит, ты нам это сказал вот так. Значит, это так. Все. Ты какой-то вот такой. Ну, конечно, у вас такой уровень сознания, вы можете так себе сказать. Это ваше решение. Я вам говорю, как это есть в мировом процессе. Я лично точно так же исцеляю все свои болезни, которые встречаются, вирусы, которые приходят. И поэтому в таком понимании, как болеете вы, я уже десятки лет вообще не имею никаких заболеваний. Просто потому, что я не борюсь с ними. Входит вирус, грипп или еще что-нибудь, да, как мы называем, урвы. Говорю, привет. Да, хочется. Да, надо сделать вот это. Надо сделать. Да, заходи, давай поговорим. Впускаю его тело. И за один день все получается. Все происходит. Без температуры, может быть. Или с какой-то легкой, в легкой форме. Все. И никаких проблем. Именно борьба с болезнями и порождает тяжелые последствия для существа человека. Поэтому будьте осознанны. Послушайте просто то, что я вам говорю, и попробуйте это услышать в себе. Даже если вам кажется, что это нечто нереальное или какое-то противосмысленное, что ли. Попробуйте. Измените свой образ мышления и посмотрите таким образом на болезнь, на то, о чем я говорю сейчас. Поздравление вам всем. Ну что, товарищи, мы сегодня собрались для того, чтобы покончить с вот этой надуманной информацией. Никакого здесь коронавируса как такового нет. Это не тот вирус, который сегодня перевернул весь всю страну. Это Трампу надо было поднять свой. В два раза доллар подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз. Да, Трамп, ты сегодня выиграл. Все страны закрылись друг от друга. Это что ты натворил во всем мире? Так вот, нет никакого коронавируса. Это политика тобой придуманная. Вот мы это его сегодня разорвем. А вируса как не было, так и не будет. Во всяком случае, не просто во всем мире, а в нашей стране его нет. Мы сжигаем коронавирус. Мы сжигаем его. Мы его сжигаем, этот коронавирус. Его не было и не будет. Все. Все, согли. Страна освободилась. Очистилась. Очистилась. А это все политика, а не болезнь. Политика, бизнес. Придуманная, Трампой, Америкой, все страны перевернул сверху. Зато поднялся его доллар. Ну, да. Всем видно. Всем это видно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok